Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Оформить кредитные каникулы, помочь в трудоустройстве, объяснить нюансы службы по контракту. Глава города Елена Лапушкина встретилась с семьями мобилизованных граждан. На других посмотреть и себя показать. В Самару прибыли представители творческого коллектива из Снежного. Они выступят на фестивале, рожденные в сердце России, а потом побывают на концерте задумки. Она никогда не завидует, не желает плохого, излучая любовь, тепло и заботу. В России отмечают День матери. Праздничные концерты проходят и в столице нашего региона. Губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзулиным. Глава Самарской области и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли региона. Это ввод нового жилья, переселение жителей из аварийного жилого фонда и строительство сопутствующей инфраструктуры. Самарская область была отмечена министерством как передовик по исполнению национальных проектов в части строительства. В ходе встречи стороны обсудили реализацию в регионе инфраструктурных проектов, самый крупный из которых строительство новой станции метро «Театральная». Губернатор представил министру предложение по стимулированию жилищного строительства и поддержке строительной отрасли как Самарской области, так и всей страны. Министром была отдельно отмечена работа нашего региона по восстановлению мирной жизни на Донбассе, усилиями самарских строителей и неравнодушных горожан в Снежном приведены в порядок 82 объекта. Глава Самары Елена Лапушкина продолжает проводить встречи с членами семей мобилизованных. Один из таких приемов граждан прошел в Ленинском районе. Главе города обращаются самыми разными вопросами. Кому-то нужна помощь в получении полагающихся социальных льгот для детей, кому-то необходимо оформить кредитные каникулы, кто-то обращается с бытовыми проблемами. Жительница Ленинского района Татьяна пришла на прием к Елене Лапушкиной, чтобы получить разъяснение по поводу службы, которую сейчас проходит ее сын, а также узнать про полагающиеся выплаты. Ранее женщина уже была на приеме у главы района. За семьей Татьяны, как и за другими родственниками мобилизованных, закрепили куратора, который помогает решать возникающие вопросы. Месяц 4 назад со мной связалась администрация и сказала, что по указу нашего губернатора Дмитрия Игоревича, теперь мы будем под патронажем нашей администрации, то есть те любые вопросы нам будут помогать решать. Очень приятно, помогают. В Самаре работают над созданием социального паспорта каждой семьи военнослужащего. С родственниками взаимодействуют и социальные работники, которые постоянно находятся на связи с семьями военных. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». На сегодняшний день активно идут работы на всех участках, причем на улице Галактионовской даже с опережением. Там уже выполнен основной массив работ по выкапыванию стартового котлована. Ближе к улице Вилоновской рабочие опустились уже более чем на 20 метров, не дойдя до основания порядка 50 сантиметров. О нюансах строительных работ и перспективах поэтапного изменения схемы движения транспорта в другой зоне метростроя в районе улиц Полевой и Новосадовой расскажет Светлана Кудрявцева. Работа по подготовке стартового котлована для новой станции метро на улице Галактионовской идут с опережением графика. Глубина котлована, где в дальнейшем предстоит смонтировать тоннели, проходческий комплекс должна составить 21 метр. Сейчас рабочие не докопали только 50 сантиметров до основания. Это сделано для того, чтобы провести подготовку к бетонированию ложа. Сейчас не докапывают 50 сантиметров только для того, чтобы в такую сырую погоду не замачивать основание. Когда у нас будет полная готовность арматурных каркасов, все выйдут, за один день начнут откапывать, сразу бетонировать. Все эти логические процессы взаимовязаны между собой, поэтому исключена возможность простоев. Кроме того, рабочие сейчас монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована, удержат сваи, ограждающие конструкции в неподвижном состоянии. Сейчас в стадии крепления последний третий пояс. Этот вид работ близится к завершающей стадии. В ближайшее время профильные службы рассчитывают получить положительное заключение относительно проектной документации, чтобы, основываясь на ней, организовать закупочные процедуры. Определят подрядчика на поставку тоннеля проходческого комплекса и производство работ. Напомним, что станционный комплекс будет залегать на переменной глубине, если вблизи перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской 21 метр, то в сторону улицы Красноармейской около 16. Это нужно в том числе для того, чтобы снизить влияние метростроя на дома в виде акустической и вибрационной нагрузки. Вместе с тем в исторической части города продолжают заниматься выносом водоводов. Ситуацию по выносу коммуникаций сроком исполнения работы обсудили с представителями регионального заказчика и подрядчиком на еженедельном совещании, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Определили также предварительные даты, когда смогут частично открыть движение транспорта в районе улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где располагается еще одна локация строительства метро. «Открываем мы Новосадовую одну полосу с 5, но это предварительно пока декабря, со стороны Первомайской одна полоса по Новосадовой будет открыта в сторону с правым поворотом на полевую. Вот это остальные пока будут работать. Вот у нас сегодня пересогласовывали график, либо 15, либо 20 число, по открытию полевой две полосы наверх со стороны Галактионовской и правый поворот со стороны Самарской наверх на полевую». Все происходящее на объектах строительства метрополитена находится на непрерывном многоуровневом контроле. Он ведется не только региональным заказчикам и мэрией. За строительными работами на местах наблюдают и представители общественности, в том числе сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Павел Покровский. По словам общественника, нареканий со стороны ОНФ нет. Удалось наладить контакт с жителями домов, которые попадают в зону метростроя. «Мне хочется отметить, что в первую очередь мы отслеживаем обращения граждан. Это касается, конечно, в первую очередь нарушения комфорта их проживания. Да, мы понимаем, что сегодня здесь есть определенные неудобства. Это связано с шумными работами, которые, хочу отметить, проводятся именно в светлое время суток. Но сегодня у нас диалог по линии именно Народного фронта состоялся, и граждане с пониманием относятся к происходящему». После завершения строительства первой ветки метро и ввода в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения поездов сократится до 7-8 минут, а путь по всей ветке составит 20-25 минут. Жители смогут гораздо быстрее добираться в исторический центр и обратно, пользуясь подземным общественным транспортом. Помимо этих преимуществ, в зонах метростроя город и его жители получат обновленные инженерные коммуникации. Появятся дополнительные возможности для усовершенствования транспортной инфраструктуры в целом. Это станет одним из новых стимулов повышения инвестиционной привлекательности Самары. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжаются обучающие семинары в рамках проекта «Мой дом». Один из них провели в Октябрьском районе города. Какие вопросы были в центре внимания и какие решения найдены, расскажет Александр Гусева. Вот уже два года семинары в рамках проекта «Мой дом» проводят на территории городского округа Самара. За это время удалось не только повысить правовую грамотность горожан, но и разрешить немало вопросов, связанных с системой жилищно-коммунального хозяйства. Екатерина Мех, председатель товарищества собственников недвижимости, раньше приходила на семинары в качестве слушателя, затем решила действовать самостоятельно. И вот уже в этом году ее дом по улице Солнечная, 16, принял участие в конкурсе и одержал победу в номинации «Лучший подъезд». Теперь Екатерина делится положительным опытом с другими самарцами, выступая на семинарах в качестве лектора. Говорит, поток вопросов огромен. Один из основных вопросов – это по фонду капитального ремонта. Вот один из домов, который непосредственно на семинаре обращался к нам. Мы могли провести им собрание, помогли с ним с документациями. Второй из вопросов – это с выразом ТКО, это бытового мусора. Также определили с ними проблемы. И непосредственно в Бахтеорусском районе они решили вопрос, у них стало теперь четко. И ежедневно стал возиться мусор. На обучающих семинарах, которые проводят в рамках проекта «Мой дом», можно не только рассказать о своей жилищно-коммунальной проблеме, но и получить консультацию, если потребуется помощь. Во время проведения этих мероприятий поступают обращения от жителей по вопросам управления на квартирном доме. Мы стараемся их решить и уже на повторных мероприятиях жители делятся с нами информацией о том, что эти проблемы, которые они обозначали, на данный момент уже решены. Как правило, все вопросы решаются в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Уникальность данного проекта, наверное, заключается в том, что создалась возможность наладить непосредственную коммуникацию жителей, с надзорными органами и решить те насущные коммунальные задачи, которые у них и вопросы, которые у них назрели. В Октябрьском районе более 700 многоквартирных домов. Большая часть их управленцев, представители ТСЖ, ЖСК и ТСН уже приняли участие в семинарах в рамках проекта «Мой дом». Ольга Павлова, Александр Гусева, Николай Сидоров. События. День матери отметили в Доме культуры «Заря». Подробности расскажет Александр Кочетов. В последнее воскресенье ноября самарцы, как и жители всей страны, отметят День матери. Традиция берет свое начало с 1998 года. В областном центре уже идут торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику. Один из праздничных концертов состоялся в Доме культуры «Заря». Его организовал городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Сегодня департамент опеки, попечительства и социальной поддержки традиционно, который раз проводит празднование Дня матери. Это прекрасный праздник, на котором мы участвуем своих матерей, бабушек. Здесь приглашены люди с числа общественных организаций, пожилых граждан, инвалидов, которые ведут активную жизненную позицию. Почетных гостей наградили дипломами. В их числе член Октябрьской районной общественной организации Всероссийское общество инвалидов Фаина Воронова. Она уверена, что именно роль мамы в современном обществе особенно велика. Из покон веков самое главное назначение прекрасной половины человечества было звание, великое звание. Звание – это мама. Оно актуально и сейчас. И поэтому я считаю, оно самое-самое главное – начало жизни. Все возрождается от мамы. И поэтому мама – это центр вселенной. Какая мама, такие будут и дети, и внуки, и правнуки. Член Самарской районной общественной организации Всероссийское общество инвалидов Елена Логинова уверена, что не только дети нуждаются в поддержке своих родителей. Дети тоже должны долю тепла отдавать родителям, потому что контакт важен и для детей, и родителей. Праздничный концерт завершился музыкальным спектаклем «Спасибо сердца» в постановке артистов Самарской филармонии. Александр Кочетов, Максим Гусев. События. Примут участие в региональном фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России», а затем побывают на концерте в честь дня рождения «Задумки». В Самару приехали представители творческого коллектива «Визит» из города Снежное. 63-й регион взял шефство над этим городом. Там отстроен Центр культуры «Досуга Снежинка», Музей боевой славы, закуплены музыкальные инструменты для школы искусств. Какие планы совместной работы наметили на этот раз в нашем сюжете. На других посмотреть и себя показать. В Самару приехали представители творческого коллектива «Визит» из города Снежное. В субботу гости примут участие в 8-м губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». А 27 ноября побывают на концерте в честь дня рождения «Задумки». Кроме того, делегация из Снежного обсудила дальнейшие планы совместной работы с руководителем Департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяной Шестопаловой. Наметили конкретные уже шаги в плане развития библиотечного ли тела, работы в школу искусств музыкальных или художественных. Наметили какие-то более конкретные уже шаги. Нам есть с чем поделиться и по музейной работе, и по организации культурно-досуговых центров, которые есть в Снежном. Да, количество, конечно, объединений там в целом учреждения культуры не столь масштабно, как в той же Самаре, но тем не менее мы понимаем, чем мы можем помочь и в чем поддержать коллег, и что это будет плотное и плодотворное соседие с гражданами Российской Федерации. Самарская область взяла шефство над городом Снежное. 63-й регион содействует скорейшему восстановлению экономики, инфраструктуры, развитию социальной сферы. Знакомство самарской задумки с коллективом «Визит» началось совсем недавно, 8 сентября, в рамках концертной программы «Своих не бросаем». Она была приурочена ко дню освобождения от немецких войск в 1943 году областного центра Сталина, который сегодня называется «Донецк». Сделано в нашем городе благодаря Самаре очень много. Это отстроен Центр культуры «Досуга Снежинка». Это отстроен музей боевой славы, который был поврежден во время 2014 года, активных боевых действий, когда у нас только все это начиналось. Это восстановлено отопление, восстановлены оконные блоки. Хочется отметить, что в Снежинской школе искусств были привезены новые, абсолютно новые музыкальные инструменты. Библиотечный фонд пополнился новыми изданиями. Он не пополнялся многие годы. Это, естественно, заслуга, конечно же, Самарской области. Ну и не могу не сказать об ответственном хозяйственнике Азареве Дмитрия Игоревича. Потому что с его вот такой волевой руки вот все, что у нас есть, по сути, происходит. И все снежнянцы, и от себя лично мы с огромной благодарностью, с низким поклоном и к Самаре, и ко всем самарцам, которые нам помогают. Впереди у двух коллективов визиты из города Снежное. И самарской задумки много совместных планов. Мы с радостью их пригласили. Мы очень хотим, чтобы наши дети подружились, чтобы мы дружили и дальше. Пока у нас смогли приехать только небольшая часть коллективов, но мы надеемся, что мы в полном объеме будем с ними общаться, будем дружить и онлайн общаться, и в будущем увидимся с ребятками. Они смогут порадовать наших самарцев своим выступлением. А сейчас, пока мы им покажем свое творчество, мы им покажем свои уроки, свои мастер-классы. Помимо участия в двух концертах, в эти выходные гостей Снежного ждут мастер-классы. По современной и народной хореографии, экскурсии по Самаре с посещением музея «Самара космическая» и детской картинной галереи. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Новое музыкальное оборудование, учебные материалы и современные компьютеры. В Самаре продолжают обеспечивать учебные учреждения всем необходимым. На средства нацпроекта «Культура» такую поддержку получила Самарская детская школа искусств номер 8. О том, какие изменения произошли в учреждении, расскажет Михаил Ермоленко. Третьеклассница Таисия Курносова готовит произведение к конкурсу. Уже сейчас может сыграть композицию без нот. На новом музыкальном инструменте делать это удобнее и приятнее, говорит девочка. Все разучивается быстрее. В будущем Таисия хочет освоить и другие музыкальные инструменты, но пока в приоритете фортепиано. Как по мне, это самый такой классический и красивый инструмент. Когда ты им владеешь, можно потом потихоньку научиться другими инструментами. Потому что, например, когда играешь на той же самой гитаре, идет потом с четвертого класса дополнительно фортепиано обязательно. Поэтому я выбрала фортепиано. Мне нравится. На средства национального проекта «Культура» детская школа искусств номер 8 основательно обновила и базу музыкальных инструментов, и учебную литературу. Появились новые саксофоны, клавишные гусли и фортепиано. Удалось оборудовать и компьютерный класс. На устройствах установили интерактивные электронные пособия. Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы академическое искусство сделать для ребят еще более интересным и привлекательным. За четыре года в рамках нацпроекта «Культура» Самарские школы искусств получили в свое распоряжение более 330 новых музыкальных инструментов. Почти 5000 экземпляров новой учебно-методической литературы, свыше 1000 единиц различного оборудования, от кресел в учебные классы до современных компьютеров. Благодаря такой масштабной поддержке воспитанники и выпускники школ нередко становятся участниками крупных музыкальных конкурсов и фестивалей. Я бы могла сказать о результате работы, совместной работы с нашими коллегами и музыкальными школами даже на примере конкурса Кобалевского. Участвуют 14 наших воспитанников и даже выпускники наших музыкальных школ. Это и говорит о том, что вся работа, которую мы проводим по национальному проекту «Культура», она дает свои результаты. Поддерживать Самарские школы искусств будут и в дальнейшем, чтобы в первую очередь дать шанс большему количеству юных талантов проявить себя на сцене. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, Константин Головин. События. Яркий политический деятель Самарской области, председатель Самарской губернской думы четырех созывов. В Самаре прошло памятное мероприятие, приуроченное к 75-летию со дня рождения Виктора Сазонова. Подробности далее. Его называли символом губернского парламентаризма, а сам себя он считал человеком командным. И именно это помогало ему добиваться поставленных целей. В Самарской губернской думе прошло памятное мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения Виктора Сазонова. Он был руководителем УФСИН по Самарской области, дослужился до звания генерал-майора, а затем стал председателем Самарской губернской думы. В этом качестве он проработал четыре созыва, что само по себе уникально. Человек, который необыкновенно ответственно относился к своей профессиональной деятельности, был очень демократичный и по-особому относился к людям, которые его окружают. Вне зависимости от того, были ли это какие-то чиновники, высокие руководители, либо простые жители нашего региона. Виктор Фёдорович руководил думой почти 17 лет. Виктор Сазонов был почётным гражданином Самарской области. По его инициативе был создан общественный молодёжный парламент. Но при этом он никогда не забывал о своей семье, в которой воспитывал двух детей. Вообще был государственным человеком. Хоть и семью не забывал, и детей уделял внимание, большое внимание, но, в общем-то, всегда был работе предан на всех своих рубежах. Все присутствующие на памятном мероприятии отмечали, что Виктор Сазонов был человеком слова и, если давал обещания, всегда его выполнял. Чего бы ему это ни стоило. Виктория Шарая, Константин Головин. События. ВИВАТ-офицеры. В юридическом институте прошёл творческий конкурс среди офицеров исправительной системы Самарской области. За право выступить во всероссийском финале сражались 20 участников. Тему продолжит Сергей Кизоркин. За плечами офицера исправительной системы Самарской области Богдана Желтухина 8 лет службы. Держать себя в прекрасной физической и психологической форме помогает конкурс «ВИВАТ-офицеры». Богдан надеется победить с песней «Если в 41-м я не стал солдатом». Впервые офицер её услышал на Грушинском фестивале. Понравилось. «Если вникнуться в каждый текст, в каждые слова этой песни, будут слёзы». Первый этап пятого всероссийского конкурса «ВИВАТ-офицеры» среди сотрудников УФСИН России по Самарской области проходит в юридическом институте. Творческий конкурс состоял из нескольких выступлений. Нужно было спеть, сыграть на музыкальном инструменте, сплясать, прочесть стихотворение или прозу и показать видеоролик о своей профессии. Жюри компетентные. Ветераны УФСИН – действующие сотрудники, представители Городской думы и Общественного совета. «Для сотрудников не только служба важна, но и то, что они просто люди, и то, что они члены общества нашего, это лишний раз им напоминает. И то, что у них есть семьи, дети, что они спортсмены, кто-то артисты – это отличное начинание, тем более в современности, когда роль офицера вообще выросла и в обществе, и в нашей стране». Перед выходом на сцену офицеры соревновались в профессиональном мастерстве по олимпийскому принципу – быстрее, выше, сильнее. Нужно было пробежать три километра, максимально подтянуться на турнике, победить на татами, попасть в яблочко из пистолета и показать строевую выправку. «Вот здесь участники такой универсальный характер. То есть и спортсмены, и творческие люди. Если ты вышел на сцену, то ты уже чемпион, потому что, скажем, на сцену может выйти не каждый. Это очень тяжело, но участники к этому готовились, участники провели большую подготовку, а я и думаю, с этим справились». Попасть на конкурс мог любой офицер исправительной системы. Отборочные этапы проходили в каждой колонии Самарской области и в юридическом институте. Победители, их 20 человек, разыграли путевку на всероссийский финал. Он пройдет летом будущего года в столице России – Москве. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В преддверии Дня матери глава района Данила Морозов встретился с матерями и женами мобилизованных, принимающих участие в СВО. На встрече обсудили разные вопросы и способы их решения. Данил Морозов поздравил женщину с наступающим праздником и пожелал самого главного для каждой из них – добра и мира. В телеграм-канале советского района Самары напоминает, что продолжается регистрация на главные бизнес-события года форум «Мой бизнес-63» – время новых решений. Гостей форума ожидает целая неделя полезных и интересных встреч, мастер-классов живого общения. Регистрация уже открыта. Забронировать свое место на главном деловом событии года можно на сайте forum.mybis63.ru О наборе в народную дружину города Самара рассказывают в телеграм-канале Красноглинского района. В народную дружину принимают граждан для участия в охране порядка совместно с сотрудниками полиции. Дружинникам гарантированы премии от 1200 до 1400 рублей за дежурство, абонемент в тренажерный зал и содействие при поступлении на службу в правоохранительные органы. Телефон для справок 990-83-18. В телеграм-канале городского Дептранса напоминает, что в Самарском метрополитене для пассажиров из числа маломобильных групп населения предусмотрена помощь в перемещении. О своем желании перевезти маломобильного пассажира просят сообщать заблаговременно по телефону 8 902 293 65 60. Работники станции метро обязательно вам помогут. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, когда вы начинаете украшать дом к Новому году. 58% опрошенных начинают украшать дома и квартиры за несколько дней до праздника. 12% уже раскладывают праздничные гирлянды и наряжают елку. 10% предпочитают готовиться к празднику вечером 31 декабря. Еще столько же не снимают гирлянды весь год и 10% не украшают дома вовсе. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова